Больше всего этот человек запомнился своими афоризмами. Давай, давай, давай. А за счет чего давать-то? Где давалка-то? Кому это нужно? Кто в этом? У кого руки чешутся? У кого чешутся, чешите в другом месте. Когда мы все имели. Все имели? Мы все имели. Встаньте, кто все имел. Во-во-во. Экономике нужен кислород. Как раз наоборот. Это не кислород. Один раз вдохнешь, а потом только останется дрыгнуть ногами. Мы никуда не вступаем. Нам нельзя вступать. Мы как вступать начнем, так обязательно что-нибудь наступим. Советник президента Российской Федерации, политик, государственный деятель, председатель Совета Министров, посол России на Украине Виктор Степанович Черномырдин. Предки Черномырдина были потомками донских казаков. По современным меркам считается, что он рано вступил в брак. В возрасте 47 лет в 1985-м его назначили министром газовой промышленности СССР. Благодаря именно ему появился Газпром. Черномырдин исполнял обязанности главы государства, пока делали операцию президенту Ельцину. И даже в самые трудные времена никогда не поддавался эмоциям. Его потом признают политическим тяжеловесом. Журналисты вспоминают, его выступления были экзаменом для переводчиков и праздником для журналистов. Крылатая фраза «хотелось, как лучше, а получилось, как всегда» запомнилась больше всех. В его честь построили ледокол Виктор Черномырдин. Через три года, как его не станет, Московский монетный двор изготовит памятную серебряную монету в качестве пруф к 75-летию Виктора Черномырдина. Покоится здесь, на Новодевичьем кладбище, вместе со своей супругой. Здесь нашел свой последний приют, выдающийся русский и украинский поэт и драматург Николай Васильевич Гоголь. Вечный странник, не имевший своей семьи, путешествуя по стране. Однажды он признался, что боится русской зимы. Он известен своими произведениями «Мертвые души», «Ревизор», «Тарас Бульба», «Вечера на хуторе близ Диканьки». Гоголь хорошо знал, что такое бедность. Он даже обращался к правительству, чтобы ему одолженить денег на печатание его произведений. Гоголь амбициозен, ему всегда не хватает средств. Его друзья потом вспоминали, чтобы Гоголю собрать деньги на свой день рождения, он копил их целый год. Гоголь часто живет в Москве у своих друзей. Надо сказать, что фактически он жил один в Москве. Все ближайшие его родственники проживали на территории нынешней Украины. Писатель, когда писал свои произведения, ходил по комнате из угла в угол. Либо катал шарики из белого хлеба. Надо сказать, что «Мертвые души» было последним его произведением. Известно, что Гоголь был православным и часто молился. Чувствуя свое одиночество, он даже думал уйти в монастырь. В последний месяц своей жизни Гоголь неважно себя чувствовал и боялся быть похоронен заживо, он завещал своим друзьям, чтобы его тело не погребали до тех пор, пока не покажутся явные признаки разложения. В СССР в 1931 могилу Гоголя эксгумировали и перезахоронили вот здесь, на Новодевичьем кладбище. До этого Гоголь был похоронен на кладбище Даниловского монастыря. Которые закрыли. Гоголю, конечно же, было посвящено множество памятных монет, в том числе золотых, серебряных и в качестве пруф. Он ушел из жизни в одиночестве в возрасте 42 лет. Театральный режиссер и педагог, русский создатель актерской системы Константин Сергеевич Станиславский. Станиславский родился в далеком 1863 в Москве с семьей известного крупного промышленника. Семья была многодетной и имела большие родственные связи с другими известными людьми. Вся семья любила театр и первый сценический опыт Константин получил в домашнем кружке. Потом занимался вокалом. Театр и жизнь для него впоследствии были одним целым. В 1897 он встречается с театральным деятелем Немировичем Данченко, чтобы объединить усилия и создать Московский художественный театр. Впоследствии из этого театра выйдут известные крупнейшие русские и советские режиссеры. В режиссерских руках Станиславского его ученики становились мастерами. И даже его лучшая ученица стала его супругой, с которой он и прожил всю свою жизнь. Уже в возрасте он чаще находился дома и принимал учеников со всего мира. Ученики, которые посещали его дом для репетиции, считали это для себя великим счастьем. Передавая свой опыт, он говорил своим ученикам, берите, познайте, сделайте своим и идите дальше. В 1936 он стал первым народным артистом СССР. Он напишет много книг, которые переведут на английский, немецкий, японский и другие языки. Впервые в мире он создает учения о законах актерского мастерства, что и стало достоянием всего мира. В советское время его театр носит название МХАТ СССР имени Горького. Станиславскому было посвящено несколько памятных монет в качестве пруф. Станиславского не станет в 1938-м похоронен на Новодевичьем кладбище. Сергей Сергеевич Прокофьев. Советский композитор, пианист и дирижер. Был удостоен шести сталинских премий, а также лаурет Ленинской премии. Прокофьев писал музыку во многих жанрах – оперы, балета, симфонии, сонаты. Музыка для кино и театра. Прокофьев родился на рубеже веков, на территории современной Украины. Поскольку мать занималась музицированием, маленький Сережа придумывал мелодии на клавишах. Немного позже у ребенка обнаружили выдающиеся способности и музыкальный слух. В 9 лет он написал свою первую оперу «Великан». В 13 молодой Прокофьев удивляет приемную комиссию в Петербургской консерватории и его зачисляют на первый курс. Сергей любил соперничество. Он даже увлекся шахматами. Прокофьев красив, умен и нравится женщинам. В 1914 году станет победителем среди экзаменационных пианистов и выиграет немецкий рояль. С началом Первой мировой войны молодой композитор не призывается в армию, как единственный сын в семье. Прокофьев путешествует по миру. Все хотят слышать русского виртуоза. Потом было большое турне по Советскому Союзу. Прокофьев нравится вождю народов Сталину. Потом начнет работать с режиссером Эйзенштейном. К юбилею 60 лет Сталина напишет новую музыку. Во время Второй мировой войны он снова работает с режиссером Эйзенштейном. Пишет музыку для нового исторического фильма Иван Грозный. Самые талантливые его ученики, такие как Ростропович и Рихтер, окружали его в послевоенные тяжелые годы. Прокофьеву было посвящено несколько монет, в том числе в качестве пруф. Прокофьев умрет в один день со Сталином. По воспоминанию родственников, на похоронах Прокофьева даже не хватит цветов. Все цветы уйдут на вождя. Каждый из нас хотя бы раз смотрел мультфильм «Ну погоди», где роль Волка озвучивает Анатолий Попанов. Выдающийся педагог, советский актер, театр и кино. Попанов умел удивлять. Он стал широко узнаваемым после выхода фильма на прокат «Живые и мертвые» в 1964. Анатолий был по натуре скромным человеком. Его талант уже полностью раскрылся после 40 лет. На протяжении своей карьеры Попанову приходилось играть много трагических ролей. Иногда он даже думал, что кино приносит ему много разочарований. В 1960-м он стал часто сниматься в комедиях, которые теперь относятся к золотому фонду советского кинематографа. Кинорежиссер Эльдар Розанов уже не мог обойтись без Попанова в своих комедиях. Анатолий с детства хотел стать артистом. И в свое свободное время он посещал театральную студию, снимаясь в массовке. Но, к сожалению, Великая Отечественная война встала на препятствие его карьеры. Попанов попадает на фронт в первые дни войны, где получает ранения и попадает в госпиталь. Во время войны ему удалось поступить в ГИТИС, у него как раз была хулиганская внешность. В 1973-м становится народным артистом СССР. В последующие годы ему доверили озвучивать мультфильмы, так как у него был хрипкий голос, идеально подходящий на роль тигра или волка. А в лесу дремучит чутный скосок, Жил да был голодный серенький волчок. И наконец сбываются все мечты, Лучший мой подарочек – это ты. И мне скажи, на какие заработки Заместитель директора трикотажной фабрики Отгрохал себе двухэтажный особняк. Семен Васильевич, это его дело, нет, наша. Его последняя роль была сыграна в фильме «Холодное лето 1953-го». Анатолий Попанов уйдет из жизни на закате СССР в августе. И буквально через 10 дней страна теряет второго гения и кумира Андрея Миронова. Они вместе сыграли множество ролей в кино. Лично Попанову «Монетный двор» не посвящал монету. Однако, учитывая, что Попанов озвучил легендарные мультфильмы, по заказу Центробанка выпустили памятную монету номиналом 25 рублей известного мультфильма «Ну погоди». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...